Парижские салоны и батальный жанр во французской живописи. Возвращение Крыма в Россию в 2014 году вызвало шквал недовольства в реакционных кругах крупнейших империалистических держав и их сателлитов. Даже западные искусствоведы откликнулись на ставшую вдруг вновь актуальную крымскую тему о войне Франции, Англии и Турции с Россией в 1854-1856 годах. В первом выпуске. Вольем. Пятнадцать. Ищу. Один, 2016, электронного журнала по истории мирового искусствах их века. Найнтинфт-сентури арт-вольд-вайд, а жернал о найнтинфт-сентури визуал культура. Была опубликована статья молодого английского историка искусства Джулия Томы. Джулия Томы. Об истории проекта создания живописной панорамы, посвященной победам Франции в Крымской войне, в одном из залов Версальской исторической галереи. В период с 1855 по 1861 год 18 французских живописцев получили 44 правительственных заказа на произведения, которые должны были запечатлеть на полотнах французских героев Крымской войны. Картины предполагалось выставлять в салоне по мере готовности, а позже собрать вместе и разместить лучшее в одном из залов Версальской галереи. Так родилась тема книги «Крымская война в зеркалах французского искусства». Над ней я работаю с весны 2015 года. Идея создания Крымской панорамы в Версальской исторической галереи витала в воздухе с первых дней начала Крымской войны. Требовалось срочно изобразить Крымскую военную экспедицию как победоносную войну и снять все вопросы, задаваемые правительству прогрессивной общественностью. Вопросов было немало. Версаль короля Груша Луи Филиппа. Историческая картинная галерея создавалась в Версале, знаменитом дворце, окруженном великолепным парком с фонтанами. Версаль, по замыслу Луи Филиппа, 1773-1850 годы, короля гражданина, как он сам себя называл, короля банкиров, как называла его оппозиция, короля грушу, как рисовали его, разжиревшего в старости до безобразия, карикатуристы, должен был прославлять подвиги королей, императора Наполеона, кровавых генералов-мясников и воинов доблестной французской армии. Пропаганда патриотизма, единства легитимистов, бонапартистов, всей нации, шовинизма велась на фоне начавшейся промышленной революции. Она ускорила процессы обогащения банкиров, спекулянтов-торгашей, промышленников и коррумпированного чиновничества. Девиз всех 18 лет его правления «Обогащайтесь!» Луи Филиппа, герцога Орлеанского, протащили во власть буржуазно-монархические круги в дни июльской революции 1830 год. Народ поднялся на восстание, надеясь улучшить свое материальное положение. Правительство бросило против восставших правительственные войска, и мясники за три дня задушили революцию. При этом 12 тысяч парижан полегло на баррикадах, более 1200 человек бежали из страны. Кровью пробил себе путь во власть новоиспеченный монарх, кровавой революцией 1848 год он свое правление закончит. Сбежит в Англию, где через три года скончается и там на чужой земле будет похоронен. И не он один. Луи Филипп был сторонником политики лавирования между партиями легитимистов, сторонников бурбонов и либералов. Центральным считался зал баталий. В нем на стенах вывешены 33 громадные картины. На каждой запечатлено одно из победоносных сражений французских войск. На последний, написанное расом верное, изображен герцог Орлеанский, Луи Филипп, возвращавшийся в Париж 31 июля 1830 года. В окружении парижан, встречавших его. В других залах размещались картины, посвященные другим темам, крестоносцам, революционным войнам 1792 год, наполеоновским войнам, колониальным войнам в Африке. Не трудно представить, сколько живописцев и скульпторов было задействовано, сколько заказов получил каждый из них, сколько средств затратило правительство на выплату гонораров, сколько новых баталистов получила Академия за столь короткий период времени. Видал всеми работами по созданию галереи любимчик императора-живописица Рас Верни, один из крупнейших баталистов своего времени. Он успешно справился с поставленной задачей. В 1837 году Луи Филипп торжественно открыл историческую картинную галерею в Версале, к радости легитимистов. Это был огромный вклад Франции в историю европейского искусства 19 века. Позднее в залах Версаля стали открывать панорамы, посвященные какой-то одной войне. На стенах одного зала вывешивались картины выигранных французскими кровавыми генералами-мясниками сражений в Марокко, другого в Алжире. Позднее в Версале должен был открыться и зал, посвященный Крымской войне. Для привлечения бонапартистов на свою сторону Луи Филипп распорядился реставрировать памятники, которые воздвигались при Наполеоне. Он откликнулся на призыв банкиров вернуть останки императора в Париж с острова Святой Елены, где тот находился в ссылке и где был похоронен. В 1840 году останки были доставлены во Францию. В специальном саркофаге он был торжественно перезахоронен в доме инвалидов. Началась длительная кампания по созданию культа Наполеона, продолжающейся и в наши дни. В этих целях устанавливались новые монументы, писались десятки новых картин, литературных и музыкальных произведений. Опубликованы сотни исторических исследований, сняты более трех десятков кинофильмов. Июльская монархия опиралась на католическое духовенство и способствовала возрождению католического влияния, особенно на богатые сословия среднего класса. Оно заказывало художникам картины на религиозные темы, приглашало лучших из них расписывать новые храмы. Библейская тематика вновь стала популярной. Парижские салоны. В середине 19 века академическое салонное искусство продолжало занимать господствующие положения во французской живописи. Совместными дружными попытками пытались его сохранить правительство, аристократические круги, крупная буржуазия и католическое духовенство. Салонами во Франции называли выставки произведений изобразительного искусства, проводимые с 1737 года в просторном зале Лувра, называемым «Салонка». В 1818 году в картинную галерею был превращен еще и Люксембургский дворец. В 19 веке выставки стали проводить и в других дворцах, и по традиции их все называли «салонами». Отбирала в салон картины жюри, исполнявшие роль официального цензора. Раз в два года ему приходилось просматривать сотни, а то и тысячи картин и сотни скульптур и отбирать лучшие из них на выставку и на продажу. В состав жюри с согласия правительства могли входить только 42 члена Академии изящных искусств Франции. Салоны проводились раз в два года, позднее ежегодно. Академики пользовались непререкаемым авторитетом в искусстве. Их картины принимались в салон без обсуждения. Из этих сотен картин всего несколько лучших, по мнению жюри, этого своеобразного суда присяжных, привлекали всеобщее внимание, потому что они вписывались в ту эстетическую нишу, в которой комфортно чувствовали себя правительственные чиновники, академики и угодливые художники. Эти произведения покупал либо император и его ближайшее окружение для себя, либо правительство для музеев. Затем шли картины, которые раскупались крупнейшими коллекционерами. Остальное добро переходило в руки публики победнее, или возвращалось авторам, и те искали покупателей самостоятельно. Салон напоминал своеобразную художественную биржу. Но вориши, а не только аристократы, размещали свои капиталы в надежные в финансовом отношении художественные ценности. Часть художников подстраивалась под их мещанские вкусы. Так буржуазия получила возможность оказывать давление и на правительственных чиновников, и на Академию изящных искусств. Правительственные чиновники и члены Академии изящных искусств занимались пропагандой намеченных планов и действий правительства. В ту эпоху, как и в любую другую, искусство выполняло весьма важную идеологическую роль, такую же, как в наши дни играют средства массовой информации и пропаганды. Чиновники распределяли заказы между живописцами и скульптурами, архитекторами и музыкантами. Салоны посещали не только знатоки классики и романтического искусства, но и профаные с племеней стремительно богатеющих нуворишей. Правительственные чиновники, представители среднего класса приходили в салоны не столько любоваться мастерством живописцев и скульпторов, не только прочитывать их художественные и политические послания обществу, сколько приобретать те картины, которыми можно было любоваться в своем доме, гордиться перед знакомыми, и которые при необходимости можно весьма выгодно перепродать. Живописцев, скульпторов, архитекторов готовила школа изящных искусств, работающая под эгидой Академии изящных искусств. Нередко известные художники открывали частные школы. Академия сохраняла верность классицизму, пришедшему на смену маловидно-капризному Рококко. Академики признали романтизм, обновленный художниками революционного десятилетия во главе с выдающимся живописцем с Жаком Луи Давидом. Батальный жанр Во французском искусстве батальный жанр считался одним из направлений исторической живописи. Цель баталистов прославлять героев военных экспедиций, в первую очередь императоров, полководцев, генералов. Ускоренными темпами батальный жанр стал развиваться после победы буржуазной революции 1789 год. При Наполеоне Если живописцы академической школы в 18 веке больше внимания уделяли красоте военных мундиров, военному этикету, приемам владения оружием, породам лошадей, то в середине 19 века баталисты, уходя от классицизма и приобщаясь к романтическому изображению баталий, достигли, как считают буржуазные историки искусства, новых творческих успехов. Они раскрывали возможности реалистического батального искусства и тем самым вносили свой вклад в его развитие. Они писали и сцены сражений, и бивачную жизнь войск, рисовали портреты генералов, офицеров и солдат воюющих армий. Они воспевали патриотизм, героизм, показывали новую военную технику и вооружение. Способствовали развитию буржуазного национального шовинизма. Пытались вызвать чувство гордости за военную мощь национальных армий, за научные и технические успехи в буржуазном развитии своих стран. Буржуазная батальная живопись начала развиваться ускоренными темпами с момента появления нового романтического героя Наполеона Великого. С легкой руки крупнейшего художника Жака Луи Давида, 1748-1825, многие живописцы буквально ринулись писать этого героя. Давид изобразил славного полководца во главе армии, переходящей через Альпы. Живописал корсиканца и его жену популярный в те годы Карл Верне, 1758-1836 годы. Теодор Жирико, 1791-1824 годы, написал раненого киросирой русского стрельца. Антуан Жан Гро, 1771-1835 годы, запечатлел на полотнах эпизоды экспедиции Наполеона Бонапарта в Египет. Батальный жанр в европейском буржуазном искусстве развивался успешно, пока Франция вела кровавые войны с соседями и в колониях, пока корсиканец Наполеон, объявивший себя императором Франции, ставил на колени Европу. Как-никак, из 12 войн ему удалось выиграть 6, а другие 6 он постыдно проиграл. Живописцы принимали самое активное участие в пропаганде тех кровавых агрессивных локальных и колониальных войн, которые вели Наполеон и сменившие его правители Франции Карл Ха, Луи Филиппе Наполеон. Три. Батальный жанр является составной частью буржуазной государственной системы пропаганды и агитации. Он предназначен для поэтизации кровавых войн. ведущихся по приказам власти и банкиров. Прославление реакционной политики правителей и кровавых подвигов генералов в несправедливых империалистических войнах всячески поощрялось и щедро оплачивалось. В батальной живописи широко применяется реалистический метод. Он включает обязательное изучение исторического материала, характера действующих лиц, толп и скопление солдатских масс. Баталист обязан побывать на той местности, на которой происходило сражение, им изображаемое. Стоит вспомнить и о том, что на Крыму впервые в истории войны изобразительного искусства стала широко применяться фотография. Художники получили возможность пользоваться фотоматериалами, работая над своими произведениями. Сложность работы баталиста заключается в точном знании и умении изобразить во всех деталях, вплоть до цвета пуговиц и лампас, мундиров, ружей, после движений солдат при стрельбе и в штыковом бою. Он изучает воинские уставы и разбирается в военном деле не хуже любого офицера. Как и литератор, живописец выбирает тему своего будущего произведения. Он ищет главного героя, вокруг которого будет строиться действие. Ему нужна яркая личность. Действие должно развиваться энергично и победоносно. Он определяет решающий момент сражения и рисует своего героя победителем. Таким героем во Франции с конца 18 века был Наполеон Бонапарт, самая яркая личность 19 столетия. Баталисты писали его в течение всего столетия. Что касается Наполеончика Наполеон, 3. Ни умом, ни полководческими способностями со своим дядькой не сравнялся. А вот жестокость, бесчеловечность, тщеславие и диктаторские замашки характерны для обоих Наполеонов. Стоит вспомнить имена двух живописцев 19 столетия, отказавшихся от участия в пропагандистских кампаниях властей и правдиво изобразивших преступные войны своей эпохи. Первый – это испанский художник Франциско Гоя, 1746-1828 годы. Он написал серию картин «Бедствия войны» и изобразил зверства, творимые французскими оккупантами в Испании. Второй – это русский художник В.В. Верещагин, 1842-1904 годы. Он многих годов провел в путешествиях и принимал участие в нескольких военных кампаниях. Он показал, как из пушек английские цивилизаторы безжалостно расстреливали сипаев, восставших в 1857 году против британского колониализма в Индии. Одну из своих картин «Апофеоз войны» он посвятил всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим Верещагин изобразил войну с общечеловеческой, философской точки зрения Выжженной войной и солнцем долине стоит пирамида, воздвигнутая с человеческих черепов Вот что оставляет после себя любая война, любой поход очередного правителя, мясника Он писал, что любая война 10% победы и 90% страшных увечий, холода, голода, жестокого отчаяния и смерти Виктор Гюго уточнил имена этих завоевателей, известных в середине 19-го столетия Немрод, Сеннахириб, Кир, Рамсес, Ксеркс, Камбес, Аттила, Чингисхан, Тамерлан, Александр, Цезарь, Бонапарт А если добавить в этот список завоевателей, генералов, мясников и людоедов века 20-го Свои картины Верещагин выставлял в ряде стран Европы Приходили их смотреть десятки тысяч людей разной национальности И только военным иногда запрещалось посещать его антивоенные выставки Бывало, что его некоторые картины осуждали даже российские императоры Когда русский художник попытался выставить свои картины о войне 1812 год В парижском салоне 1900 года, жюри отказалось их принять Уж очень не хотелось показывать парижской публике Наполеона в том неприглядном виде В каком изобразил его выдающийся русский баталист Вот если бы он не написал картины о том, что Наполеон превратил православные храмы Кремля в конюшни Если бы не писал сколько сотен пудов золота и серебра окладов иконы кралия переплавили в слитки французские герои И тогда другое дело После войн, проигранных Наполеоном Три, батальный жанр во французском искусстве вступил в полосы угасания В буржуазном искусстве Запада в Хаха века батальная живопись так и не возродилась до настоящего времени Прославлением империалистических войн занялись кинопродюсеры И только советские художники переняли лучшие традиции Это жанр Раугой и Верещагина У самых талантливых баталистов Франции Их искусство всколыхнуло чувство любви к своей социалистической родине Способствовало развитию народного патриотизма и гордости за военную мощь русского народа Советская батальная живопись продолжает формировать высокий духовный гражданский потенциал Как органическую часть русской духовной культуры и в настоящее время Но это уже другая проблема, выходящая за рамки данной статьи Субтитры создавал DimaTorzok